Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Я бы хотел сегодня предложить вам тематическую прослойку на Корбан Омер. Каждый из нас сейчас, многие из нас выполняют митсву в память о Петамикдаше и считаем дни и недели Омера, и тем самым готовимся к празднику. Однако иногда люди забывают некие практические, прагматические аспекты этого жертвоприношения. На это мы сегодня постараемся обратить наше внимание. В книге Воикра в Торино описывается указание Всевышнего, что когда евреи придут в землю Израиля, они будут делать жатву и приведут Омер, что, скорее всего, египетская мера измерения была, начало самой первенки своей жатвы зерновых, они приведут Коэну. Коэн проведет с ними ритуал жертвоприношения, как это положено. И написано, что ни хлеба, ни зерна сырого или поджаренного нельзя кушать от нового урожая до этого дня, пока не принесете форбаномер. Написано, что вы должны будете посчитать для себя мимохарата шаббат, что, конечно же, можно интерпретировать в различном свете, на следующий день после шаббата или праздничного дня, после 7 шабатот, в данном случае имеется в виду тмимот, или 7 недель целых, до после 7 шаббата или до после 7 недели посчитайте 50 дней и принесите новое жертвоприношение Всевышнему. Так вот мы подходим от праздника Песа к празднику Шавуоту. То есть понятно, что дни Омера изначально в еврейском народе были дни жатвы, когда вся страна билась за урожай. Если в этот день делать свадьбы, в эти дни делать свадьбы и развлекаться, заниматься непонятно чем, потом весь год просто было бы нечего кушать. Поэтому традиция не делать свадьбы в этот период, скорее всего, намного древнее, чем студенты-рабиакивы. В книге Дворим, однако, не упоминается, что что-то надо делать на следующий день после шаббата-праздника. Там написано просто «Отсчитай себе 7 недель с того момента, когда твой серп коснется стоящих колосьев». «Отсчитай себе 7 недель». То есть из того, как это написано в книге Дворим, началась жатва, «Отсчитайте 7 недель» и будет следующий праздник. «Праздник недель», «Хага Шивот». Вот такая вот некая двоякая интерпретация в Торис, где в книге Ваикра вроде бы указывается какой-то определенный то ли день недели, то ли календарный день, мимо хората шаббат. При этом в книге Дворим никаких шаббаты не упоминаются, а отчетом является, когда ваш серп касается стоящих колосьев, то есть жатвы. Интересно, что в еврейском народе в период в конце второго храма появилось, было несколько интерпретаций. Приведу я их вам, и мы рассмотрим каждую из этих интерпретаций. Интерпретация номер один – это цедукейская интерпретация. Она очень красиво выражается в книге юбилеев. В ее самом начале, в первой главе, говорится, что в первый год после выхода сынов Израиля из Египта, в третий месяц, шестнадцатый день этого месяца, Всевышний сказал Моисею, поднимись на гору, чтобы я тебе дал две каменные искры, жали закона и все заповеди, которые я написал, дабы возвестил ты их сынам Израиля. Эта фраза в Торе, немножко перефразированная, у нас говорится на следующий день после дарования Торы. Здесь написано, что календарной датой это был шестнадцатый день третьего месяца. День, то есть шестнадцатая Сивана по-нашему. Получается, согласно этому объяснению, что Тора дается пятнадцатого Сивана. В нашем календаре Тора дается шестого Сивана. Во времена второго храма это могло быть и седьмое Сивана. Дата эта немножко флюктуировала. Один день туда или сюда. Но идея в том, что, согласно этой интерпретации, все праздники еврейские три, Песах, Шивот и Суккот, все праздновались в полнолуние пятнадцатого числа любого месяца. Интересно заметить, что эту интерпретацию использовали эфиопские евреи и всегда праздновали Шивот пятнадцатого Сивана по своему календарю. Поскольку Шивот, в отличие от Песах и Суккота, не имеет своей календарной даты, и к нему можно только прийти, только подсчитав сорок девять дней Омера, мы можем сделать вывод из этого, что поскольку они празднуют его пятнадцатого Сивана, то начали отсчет цедукейцы вот при такой интерпретации после последнего дня Песаха, не после первого, как это делаем мы, а после последнего дня Песаха. Получается, что по этой интерпретации мимо хората шаббат, на завтра после шаббата, это слово шаббат интерпретируется как праздник в книге юбилеев цедукейской, но просто не первый день праздника, а последний день праздника. И это довольно интересная интерпретация, потому что, в принципе, если Омер является началом массовой жатвы урожая зерновых, то понятно, что это в массовом его виде начнется только после окончания праздника Песа, Хага Мацот. Потому что на Холомоид надо праздновать и в Иерусалим приезжать на празднование на Алият-Арегель, а не работать в поле на комбайнах. Поэтому эта интерпретация, в принципе, имеет свои зерна мудрости. Однако еврейским народам в итоге она не была принята. И посмотрим, почему. Давайте посмотрим на следующую интерпретацию. Это бейтусейская интерпретация, поздняя такая политическая группа, секта, больше политическая, нежели философская, или секта мудрецов. Скорее всего, она началась, когда царь Ирод, уничтожив всех маковеев, хашмонеев, точнее, пригласил на пост Коэнгадола представителей семьи Александрийских Коэнов Баэтуса. Представители семьи Баэтуса в Иерусалим как Коэнгадола. Судя по всему, последователи или приверженцы вот этой вот семьи Коэнгадолов, их называют байтусим. Все споры в Талмуде с ними очень поздние, то есть они, скорее всего, появились довольно поздно во втором храме. Они интерпретировали слово шаббат, как шаббат, суббота. Поэтому по их понятиям, омер должен был начаться всегда в воскресенье, и в соответствии с этим праздник шубот должен был всегда выпадать в воскресенье. Судя по всему, именно эта политическая секта заправляла в Иерусалиме и в храме во времена становления христианства, потому что именно их интерпретация нашла свое отражение в христианской религии, которые отмечают Пасху и Истер всегда на воскресенье, и, соответственно, праздник Пантекост, который является, в принципе, имитацией праздника швуот. В христианской традиции это день основания церкви, он тоже у них всегда выпадает на воскресенье. Есть талмудическая интерпретация, это то, по которой живем мы с вами, то, что отсчитывать надо со второго дня Песаха, то есть шаббат, который упоминается в книге Ваикра, Мимо Харата Шаббат, это первый день Песаха, это праздник. Таким образом, швуот тогда выпадает на шестое-седьмое сивана, и это то, что более-менее происходит сейчас у нас. Из этих трех интерпретаций в итоге еврейская традиция выбирает последнюю талмудическую. Задается вопрос, почему? Причем у нас есть книга Магеллат Таанит, это сбор такой свиток, который имеет довольно короткий текст, который говорит, в каком месяце нельзя поститься и нельзя устраивать траурные оплакивания. И вот в этой книге на месяц Ниссан написано, «Умит манья бей с восьмого Ниссана ве отцов Муада и до конца праздника», то есть до конца Песаха, «И то та в хага де Швуая» был установлен праздник швуот, то есть из всех трех возможных вариантов, как его отсчитывать о мер, чтобы дойти до праздника швуот, в итоге еврейский народ договорился, как это делать. Это было, судя по всему, еще до разрушения храма, конечно же. «Ди лол и миспад» — в эти дни нельзя никакого траура, потому что в эти дни шли горячие дебаты, как отсчитывать о мэре, и в итоге было принято то, что говорит нам Талмуд. Давайте посмотрим практически, чем отличаются вот эти вот три варианта, эти три интерпретации, цедукейская, талмудическая и байтусейская. Значит, согласно талмудической интерпретации, «Корбанумер» приносится шестнадцатого «Ниссана». Согласно цедукейской интерпретации, он приносится семь дней спустя, получается, двадцать третьего «Ниссана». И байтусейская интерпретация не имеет четкой даты, и она где-то в течение этой недели на любой день может выпадать. Если мы посмотрим, хоть и массовая жатва действительно начнется после последнего дня праздника, выбирается еврейской традицией самая ранняя дата. В чем тут дело? Дело в том, что реальность жизни была такова, что Омер перестал быть началом жатвы. И люди, которые чаще всего в древнем мире были часто очень голодные и жили от урожая до урожая, к этому сроку у них уже старый урожай, скорее всего, очень часто заканчивался. А новый урожай стоит, и собирать его вроде бы нежелательно, и кушать его запрещено. И чем дальше откладывается эта дата принесения Корбана Омера, тем сильнее и труднее испытывается простой народ, которому иногда могло быть просто реально мало что кушать, при этом за окном стоит хороший новый урожай. А кушать его нельзя, потому что в Иерусалиме не принесли жертвоприношение. Посмотрите, что нам говорит Мишна в Масехет Менахот на эту тему. Когда был принят Мишекарава Омер, вот только секунду назад принесли Корбан Омер, выходят из храма Йоциин и обнаруживают, что на базаре Иерусалима, на рынках Иерусалима переполнены рынки Иерусалима из муки и из жареного зерна. Раби Мейер говорит, мудрецы им не нравилось такое поведение, Раби Уда говорит, мудрецам мудрецы не возражали против такого поведения. Что такое происходит? В Торио Омер описывается, как начало вашей жатвы, первая жатва, а тут выходят на базар и смотрят, что уже все рынки переполнены мешками с мукой, мешками с зерном. Это за один день мука не делается. Если у них уже есть мука, это значит, они должны были жать, сеять, веять, молоть, иногда отжаривать, сушить, да что угодно. Это несколько дней занимает. Получается, что простые люди не ждали Омер, чтобы начать жатву. Они снимали урожай. Единственное, что из последних сил, скорее всего, сдерживали себя, чтобы не кушать его. Однако, в праздник Песах, если от старого урожая уже ничего не оставалось, и при этом у человека были полные амбары, мешками с мукой из нового урожая и нового зерна, чем дальше мы откладываем Корбан Омер, тем сильнее мы испытываем простого человека в его богобоязненности, что переборет в нем чувство голода или же желание исполнить митцву Всевышнего. Интерпретация, которую предлагает Талмуд, она наиболее прагматична, потому что это самая ранняя возможная дата принесения Корбана, дабы разрешить массам еврейского народа простым евреям начать кушать Омер, начать кушать зерно нового урожая, не нарушая при этом Торы. Если человек горожанин и живет на подарки и на приношения, и его сельскохозяйственный цикл занимает во вторую очередь, как Байтусеев или Цедукеев, которые чаще всего были очень богатой элита, и религиозная, и финансовая элита израильского общества, они были далеки от нужд и чаяний простых людей, поэтому они могли спокойно неделю еще подождать и принести Омер попозже, и для них эти интерпретации не были чувствительны. Характерная черта талмудического иудаизма то, что он всегда был близок к еврейскому народу, к простому человеку, и Омер это еще одно доказательство этого, что интерпретация Тора делается такой, чтобы она шла в ритм жизни простого еврейского человека. Всем счастья и здоровья и удачного отчета Умера и празднования праздника Шевуот. С вами был Барух Юабов.